приветствую вас уважаемые друзья сегодня хочу поделиться с вами одним интересным вкусным рецептом рулька по баварски для этого нам понадобится две рульки примерно весом по полтора килограмма полтора литра хорошего пива и 3 зубчика чеснока блюдо готовится в два этапа вот это вот нам надо для первого этапа перед тем как готовить на ночь я залил рульку маринадом холодной водой и добавил 4 столовых ложки соли и ночь рулька полежала в маринаде также добавил для пряностей перца молотого теперь я воду слил и заливаем рульку пивом и чесноком почему я сказал что блюдо готовится в два этапа так как сначала мы будем два часа томить рульку в пиве а после того как рулька остынет мы ее обмажем вкусной смесью про нее я тоже расскажу и будем запекать в духовке зубчики чеснока продавливаем и кидаем в пиво ставим на большой огонь и после того как пиво закипит переводим все на маленький огонь закрываем крышкой и ждем два часа пиво пузырится но надо подождать процесса закипания вот так это все выглядит сейчас пиво закипело как видите теперь накрываю все крышкой и ждем два часа прошел час рулька кипит и теперь я добавил столовую ложку соли и два листика лаврушки и подержим теперь еще я не забывайте переворачивайте рульку вилочкой в процессе варки получается вот такой бульон пробуйте прокалывайте вилочкой рульку когда она станет уже совсем мягкой ее можно будет доставать прошло ровно два часа видите половина пива выкипела мясо стало очень мягким легко протыкается вилочкой теперь друзья выключаю и готовлю специальный и как правильно сказать маринад или специальную обмазочную смесь для рульки пока она будет остывать вынесу на балкон чтобы было быстрее при этом солью пиво друзья пока рулька остывает приготовим для нее помадочки нам понадобится мед соевый соус и немного перца молотого меда беру столовую ложку добавляю соус соевый промазывать буду руками молотый перец я буду использовать смесь перцев конечно хорошо когда мед жидкий проще приготовить маринад или помазку правильно сказать буду натирать руками поэтому постараюсь равномерно растереть по рульке данную смесь пока она остынет как раз перемешаю как видите как получилось мед хорошо варился блюдо положил такую стеклянную посуду теперь аккуратно хотел натереть руками но как мед растворится залью все аккуратно равномерно ложкой как видите рецепт не сложный по времени занимает где-то примерно 3 часа готовки если с вечера все подготовить теперь ставим в духовку на 30-40 минут пока красиво не подрумянится так это все выглядит поставил как видите в духовку а в духовке у меня еще готовится три блюда точнее два блюда третье вместе с рулькой видео каждого из блюд вы увидите на канале готовится сверху картошечка посерединке крылышки а внизу рулька чем друзья хорошая электро духовка тем что в ней одновременно и сразу можно готовить сразу несколько блюд теперь ждем пока запечется рулька прошло 40 минут достал рульки с духовки передам им немножко остынуть и покажу как это все выглядит на блюде такое вот получилось аппетитное вкусное блюдо очень приятный запах очень приятный цвет красивый попробую отрезать очень мягко все режется мяско получилось самое то еще не сильно остыло но запах аромат просто незабываемый рекомендую друзья данное блюдо приготовить на новый год на рождество я думаю оно доставит вам массу удовольствия на этом друзья буду заканчивать это видео кто не подписался подписывайтесь оставайтесь на канале будет очень много рецептов интересных блюд до новых встреч друзья до новых встреч до новых встреч их